Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4. Это челлендж Вундеркинд, вы смотрите 15 серию. Добро пожаловать! В прошлой серии, ребят, повзрослел наш маленький Аллан, теперь он ребенок и давайте посмотрим на него поближе. Конечно, лучше всего будет, если мы посмотрим на него в кассе, мы обязательно сделаем это в этой серии, потому что мне очень кажется, что он похож на маму свою. Да, я сравнивала долго и мне кажется, что он правда похож на маму. Я не знаю, каким он будет, когда станет подростком, но вот сейчас в детском возрасте он мне правда очень сильно напоминает Вайлот. Вот, сегодня мы подведем его к зеркалу и посмотрим на него поближе. Также хотела сказать, что я изменила кухню, я добавила вот эти вот ящички, шкафчики из каталога «Классная кухня» и я настолько увлеклась, что не заметила, как потратила все деньги. Но больше всего я расстроилась, потому что, оказывается, теперь у Аллана нет кровати. Я хотела ему купить кровать, но, конечно же, ребенку уже нужно где-то спать, но кровати у нас нет и денег на кровать нет тоже. Кстати, единорожка я назвала Боня, да, кто-то написал в комментариях это имя, мне понравилось, такое симпатичное, няшное. И, в общем, приветствуйте, это Боня. Только Боня немножко опечален, потому что боится, что негде будет спать нашему Аллану. Поэтому сегодня, я думаю, что мы займемся собирательством денег. Давайте мы подведем Аллана все-таки к зеркалу и посмотрим на него поближе, чтобы вы тоже посмотрели, какой он из себя. И чтобы вы тоже убедились и, ну, я не знаю, написали мне, правда или нет, но мне кажется, что он действительно очень сильно похож на свою маму на Вайлот. Давайте мы посмотрим на него поближе. Итак, вот он наш Аллан, посмотрите внимательно, ребят, на его цвет глаз, потому что я смотрю на его цвет глаз так же, как и на цвет глаз маленькой Эммы. И я, честно говоря, в шоке, потому что его цвет глаз меняется. Вот, честно говоря, в игре у него один цвет глаз, в кассе у него другой цвет глаз. И иногда даже в кассе меняется цвет глаз. Я не знаю почему, просто я наряжала Аллана долго. Ну, вы, конечно же, я знаю, вы мне сейчас напишите, что Юля, ты опять подобрала прическа отстой, одежда отстой. Я знаю, вам никогда не нравится, как я одеваю Симов. Ну, на вкус и цвет товарища нет. В общем, вот так я одела Аллана. Но сейчас мы говорим не о его стиле и имидже, сейчас мы говорим о его чертах лица. И мне эти черты лица очень напоминают его маму. Посмотрите внимательно на его форму носа, на его цвет глаз. Вот сейчас у него глаза, как у мамы. Цветом глаз точно как у Вайлот. Я не знаю, какая будет форма. Мне кажется, что форма глаз тоже, как у Вайлот. Но цвет точно. И форма носа мне напоминает тоже Вайлот. И, честно говоря, вот так даже вот издалека он мне Вайлот напоминает. Сейчас мы посмотрим близенько на маму, чтобы вы убедились, правая или нет. Можете написать в комментариях, кого вам напоминает мальчик. Но от Микки я здесь вижу только цвет волос. И на этом, наверное, все. Конечно же, мы лучше это увидим, когда он подрастет. И давайте сейчас посмотрим мы на маму. Потому что, вот смотрите, такой же зеленый цвет глаз и такая же форма носа. Но это мне так кажется. И, ребят, я сейчас опять, наверное, включусь на Алана. И у него поменяется цвет глаз. Я не знаю почему, но это так... Нет, не поменялся. Ну, короче говоря, иногда меняется. Иногда я подвожу, когда смотрю на него в игре, у него серые глаза. Иногда зеленые. В общем, что-то странное происходит. И давайте посмотрим на нашу маленькую Эмму. У Эммы то же самое. Иногда у нее вот такого цвета глаза. Давайте мы оденем ей какую-то одежду без очков, чтобы посмотреть на нее поближе. Например, в одежде... Блин, у нее тут тоже очки. Слушай, Эмма, ты что, и сны хочешь видеть получше? Зачем ты носишь очки? Так, вот давайте посмотрим. Вот сейчас серые глаза, да, у Эммочки. Иногда такого же цвета глаза почему-то и у Алана. Я не знаю почему. А давайте еще на Эмму посмотрим. Мне кажется, что у Эммы тоже такая же форма носа, как у Вайлета. Вот, все остальное я не пойму откуда. Вот такая выпуклая форма лба я понятия не имею. Вот, видно, наверное, будет нам, когда все-таки Эммочка повзрослеет. Ну и Алан тоже. Так, ну это мама. Я уже вам ее показывала. Ее в профиль, в анфас. И давайте папу покажу, чтобы было сравнивать, как хорошо. И пишите в комментариях, потому что я, может быть, не досмотрела. Вот, Микки у нас, я не знаю, у него курносый носик, такие хмурые бровки и лопоухие ушки. Я не вижу ничего этого у деток. Что-то странное, в общем. И опять у него зеленые глаза. Короче говоря, они поменялись. Но вот честно словом говорю, честное слово, у него иногда меняются цвет глаз и становятся такие же, как у Эммочки. Так, ну все. Мы на детишек посмотрели. Давайте зайдем в игру. У нас сейчас вечер. Девять часов вечера. Я, Эммочка, ты куда? Я ее отправила, чтобы она рисовала еще один рисунок. Она у нас спать хочет. Ты чего даешь? Давай, иди рисуй. В общем, Микки наш сейчас искупается и будет играть на гитаре, чтобы повышал свой уровень игры на гитаре. А, Вайлет, Вайлет, вставай давай. А, Вайлет и Алана я отправила на поиски сокровищ, потому что денег у нас нет и я хочу побольше заработать. Поэтому они сейчас будут искать лягушечек, камушки будут выкапывать. В общем, будут заниматься тем, что будут повышать наш бюджет, потому что нам нужно в срочном порядке насобирать на кровать. Иначе сегодня Алану спать просто будет негде. Давайте мы будем собирать, продавать все это дело и каким-то образом нам нужно накопить, я не знаю, ну хотя бы на самую дешевую кровать, которая стоит 500 семиллионов, 560, я, честно говоря, точную сумму не помню, но мне бы, честно говоря, хотелось бы хорошую все-таки кровать. Не какую-то дешевенькую, а кровать, например, за 1500, такая же, как у М-очки. Вот, и я не знаю, может быть, нам хватит денежек, но мы посмотрим. Давайте мы повыкапываем все, что здесь есть. Может быть, урожай соберем. Блин, дети не могут урожай собирать. Давайте пусть Вайлет идет сюда и она пусть собирает урожай, потому что скоро детям спать, а спать нам пока негде. Вот еще какие-то у нас здесь кусты. Давайте мы это все соберем и потом все это продадим. Может быть, хоть на какую-то худую кровать насобираем. Так, что это за растение такое? Я на него кликнуть не могу. Эй, растение, ты чего? Ребята, оно тупо не нажимается. В общем, что-то странное у нас. Ладно, не хочешь растения, не буду тебя срывать. Ну, правда, я на него кликнуть не могу. Так, ну а наш Микки будет играть на гитаре для того, чтобы научился, наконец-то, он уже сочинять песни, потому что я хочу зарабатывать уже деньги на его игре, а то он играет, брынкает себе, брынкает, а толку от этого никакого. Так, до работы ему, наверное, завтра он в 17 часов пойдет, потому что сегодня у него выходной по семейным обстоятельствам. Точно такой же выходной у нас у Вайлетт. И, слушайте, оно что, завтра... А, завтра я же вспомнила, мы же не пойдем завтра на работу, и Микки и Вайлетт не пойдут на работу, потому что мы с вами будем организовывать общественные мероприятия, мы будем устраивать свадьбу. Не свадьбу, а обновление свадебных клятв. Потому что когда Микки... Блин, Эммочка, ну ты опять спать? Ну что так рано? Рано еще спать. Смотрите, она нарисовала еще и транспорт. Ой, отлично. И нам осталось нарисовать... Блин, ну ладно, пусть... Нет, мы будем играть тогда на скрипке. Давайте только скрипку в дом занесем, потому что на улице уже поздно играть, да, в 11 часов. Никто в это время не играет. Давайте мы поиграем на скрипке, потому что нам это нужно по заданию. Нам нужно играть на музыкальном инструменте в течение 5 часов. И нам нужно повышать свое творчество, потому что нам нужен пятый уровень. Ведь Эмочка у нас вундеркинд, и ей обязательно нужно будет выполнять жизненные цели. Вот Аллану мы можем их не выполнять, А, Эмочки должны обязательно выполнять. Так, Вайлот уже получила у нас денюжки. Давайте мы ее домой отправим. И Аллан тоже пусть отправляется домой. И мы попродаем все, что они там нашли. Я не буду отправлять это в геологический совет. Вот мы просто пооткрываем, поизвлекаем окаменелости. И будем надеяться, что у нас, я не знаю, будет хоть какой-то заработок. Так, вот что-то у нас тут лягушечка какая-то. Вайлот, ты каких-то дешевых лягушек, честное слово, понаходила. Давайте мы грибы продадим. Слушайте, я чувствую, что нам не хватит, наверное, на кровать. Или хватит? Ой, тысяча уже, отлично, неплохо. Так, возможно, даже нам на кровати хватит. Тем более, если мы еще лягушек будем размножать. Да, Аллан, ты сегодня спишь. Я чувствую, что ты сегодня будешь спать. Тем более, вот, мы извлекли окаменелость. Первая стоит 47 миллионов, и вторая 45. Ну, все, у нас полторы тысячи, что очень даже неплохо. А Эммочка получила седьмой уровень в навыке творчества. Она у нас пиликает на скрипке. Я хочу, чтобы она скорее выполнила эту жизненную цель, чтобы мы приступили ко второй, и уже зарабатывали как бы побольше баллов. Так, ну что же, Аллан, у тебя теперь тоже будет своя кровать. Давайте мы купим для Аллана точно такую же кровать, только сделаем ее другого цвета. Оба нас, смотрите, остался один символион, как четко у нас получилось. Вот, одного бы символиона не хватило, и остался бы наш Аллан без кровати. Так, я, наверное, цвет всего остального менять не буду, да и денег мне не хватит, чтобы поменять везде цвет. Поэтому будет как есть пока. Может быть, потом, когда денег насобираем, мы поменяем цвет интерьера. Вот, ну а пока пусть Аллан идет спать в свою кроватку. Он с мамой молодец, они постарались, собрали денюжки. И теперь детям есть где спать. Ну, а Вайлот у нас пошла купаться. Хорошо, пусть идет купается. Эммочка пусть все-таки повышает свое творчество. Я думаю, что она выспится. Тем более, завтра у нас суббота. В принципе, рано идти никуда не надо. Так что дети могут позаниматься навыками. Ну, по крайней мере, наш вундеркинд. Аллану спать пора, а Эмма пусть занимается. Вот, ну а наши родители сейчас, наверное, доиграют, допиликают. И тоже пойдут спать, потому что завтра у нас сложный день. Нам нужно будет организовать общественное мероприятие. Мы будем обновлять свои свадебные клятвы. Вайлот, ты готова? Настоящая свадьба у тебя наконец-то будет. И, ребятки, я, наверное, им одену какие-то вот свадебные наряды. Ну, почему бы и нет? Свадебные клятвы. Я хочу вообще организовать черно-белую вечеринку. Мы пригласим гостей. Но все-таки Вайлот и Микки я одену в свадебное. Потому что свадебки, как таковой, у них не было. Вот, давайте организуем ее сейчас. Хотя у них уже и двое детей. И детей мы тоже в такое свадебное оденем. Короче говоря, устроим им настоящую свадьбу. Так, и давайте мы будем повышать им потребности. Вайлот, иди в туалет и иди, наверное, спать. Аллан, ты что, только приплелся? Ничего себе, так долго. Я думала, ты уже спишь, десятый сон видишь. А он, оказывается, только пришел. Ладно. Так, Эммочка, наверное, тоже я тебя спать отправлю. Иди высыпайся вместе с братом, чтобы завтра вы себя чувствовали хорошо. Да и пусть тогда Вайлот идет спать и Микки тоже. А я, ребят, включусь, наверное, когда уже настанет утро. Все наши симы выспятся и будут готовы к свадьбе. Так, у нас с вами утро, 6 часов утра. Микки и Вайлот уже просыпаются, ну а детишки наши спят. Пусть еще спят. Сегодня у нас будет свадьба. И я хочу, чтобы Вайлот и Микки сейчас отпросились с работы. Да, они теперь возьмут выходной. Это уже будет не по семейным обстоятельствам, а просто выходной. У нас есть эти выходные дни, поэтому мы ими воспользуемся. Давайте Микки возьмет отпуск исполнителя. Ну и Вайлот тоже возьмет отпуск в карьере кулинара, чтобы мы с спокойной душой уже куда-нибудь отправлялись. И, ой, блин, сломался телевизор. Да что ж такое. Ну давайте мы попросим Микки починить, потому что на замену у меня денег нет. Вот. Ну и нужно нам вообще как-то денюжки оставить. Я с утра поразмножала лягушечек. Уже пока это делать не могу. Но позже мы сделаем. Я вообще не знаю, сколько стоит сама эта черно-белая вечеринка. Очень надеюсь, что денюжек на нее нам хватит. Так, Эмма уже проснулась. Эмма как дела? Эмма хочет в туалет. Давайте мы тогда и Алана тоже разбудим. Пусть просыпается и, наверное, идет, сидит, ждет. Потому что туалет у нас занят. Да, у нас очередь будет теперь такая. Вообще, конечно же, хорошо бы нам построить второй санузел. Но пока точно нам не до этого. Так, давайте тогда Алан пусть подкрепится. Да, и Микки тоже пусть присоединяется. Всем семейством мы покушаем. Вот потом мы переоденемся, намарафетимся. Будем такие красивые, счастливые. И отправимся на свадьбу. Ой, кстати, у меня получается вот такие обои на лестнице. А совершенно другой цвет обоев у меня на стенах. Что-то странное. Наверное, я просто переклеивала обои и забыла поклеить, наверное, лестницу. Ну, я так думаю. Возможно, нет, нужно будет как-то нам интерьер все-таки еще изменить. Не только синими я сделала шкафчики, но еще и, может быть, обои поменять. Но это когда уже будут деньги. Потому что сейчас нам на это реально просто не хватит. Так, ну и сегодня сейчас мы поднимем все потребности. Я думаю, что сейчас мы отправимся в касс и нарядим наших симов. Оденем их как на свадьбу. Подберем им официальные наряды. Именно такие, которые соответствуют данному мероприятию. Поэтому сейчас наша Вайлот пойдет изменять внешность. Ну, а детишки будут повышать все свои потребности. Да, Аллу только сходить в туалет. Ну, а с остальными вроде бы все нормально. Так, Микки у нас разобрал... Не разобрал. Он у нас подчинил телевизор. И нужно бы разобрать на детальки вот этот вот хлам. Давай, Вайлот, принаряжайся. Одевай свадебное платье. Будешь нас красавицей. Так, вот такой наряд я подобрала нашей Вайлот. Свадебное платье. Наконец-то она заслужила. Потому что я думаю, что каждая девушка мечтает о настоящей свадьбе в свадебном платье. А у нее такого не было. Потому что была у нее просто свадьба обмен кольцами. И это как-то все-таки не то. Ой, она всегда говорила Микки, что Микки, я хочу настоящую свадьбу. И, наконец-то, Микки сказал, что ну, раз хочешь, давай запиляла, короче говоря, его жена. И он тоже принарядился. Одел костюмчик с бабочкой. Вот так я нарядила нашу Эмочку. И вот так я нарядила нашего Алана. Ну что же, ребят, давайте будем отправляться. Наверное, уже пора. Знакомых у нас вроде бы больше у Микки. Поэтому, наверное, планировать мероприятие будет Микки. И на детали мы, наверное, разберем уже позже. Так, Микки, не надо, не ходи туда. Господи, я испугалась, что он сейчас пойдет там, где Аллан. Нет, туда идти не надо. Давай, планируй общественные мероприятия. О, кстати, мы взяли выходной в отпуске Микки и в отпуске Вайлот. Отлично. Мы взяли отпуска, потому что я боялась, что могу это забыть. У меня такое бывает. Я могу что-нибудь важное забыть. И потом это очень плохо сказывается во время игры, когда я об этом вспоминаю. Так, Микки, давай, заказывай лимузин. Говори, что у тебя сегодня свадьба. Ну, не совсем свадьба. У тебя сегодня венчание. Я не знаю, как это правильно назвать. У вас не... Чего? Денег? Пятьсот? Нифигашенький. Э, не, я хочу, я хочу. Так, мы будем сейчас все продавать, все, что есть. Мы насобираем эти пятьсот. Блин, я не знала, что это так дорого. Так, у нас уже триста. Нет, ну, как-то вообще мне это все не нравится дело. Так, мы сейчас на набаку. Где наш на набак? На набак у нас теперь стоит здесь. Мы сейчас ему поотдаем тарелочки. И он такой хороший, добрый, нам за это денюжку даст. Так, и, наверное, нам нужно выйти тогда на поиски лягушечек. В принципе, у нас девять утра, так что мы никуда не спешим. Я не знаю, лягушки там появились или нет. Лягушки не появились, а вот камушек у нас имеется. Смотрите, с утра в субботу девять утра рыбку ловят. Молодцы. Такая толпа людей, все рыбу ловят. Это хорошо, кстати, насчет рыбы. Почему бы и нет? Мы сейчас тоже отправимся ловить рыбу. Нам же деньги нужны. Вот, и Вайлот отправим ловить рыбу. Ну, и давайте Эммочку. Или нет? Эмма у нас занята. Она у нас всегда занята, поэтому мы ее на это дело отправлять не будем. А давайте пусть она у нас рисует. Вот, ну, а остальные все будут тогда собирать денюжки, потому что они нам нужны в срочном порядке. Я сейчас еще попробую поотдавать там тарелочки на набагу. За 40 семиллионов каждая тарелка. Может быть, и насобираем. В принципе, нам нужно 500 семиллионов. И это уже совсем почти скоро. Так что я думаю, что мы насобираем. Так, и вот эту вот кучку я сейчас отдам. И у нас уже станет вот, еще нам, короче говоря, 30 семиллионов. И все будет отлично. Так, Аллен, что ты здесь у нас нашел? Он нашел у нас окаменелось? Или нет? Он нашел камушек какой-то. Ладно, ребенок, иди домой. А я посмотрю, как твои мама с папой будут рыбачить. Давайте, ловите рыбку. Кстати, я еще посоздавала девочек. Девочек и мальчиков всяких. Детишек, чтобы наши Эмма и Аллен могли с ними дружить. Но что-то мы пока их не встречаем. Пока наш Эмма встретила только двоих детей. Может быть, сегодня, когда мы организуем черно-белую вечеринку, мы кого-нибудь встретим. Было бы неплохо. Так, Вайлот, давай, лови хоть что-нибудь. О, мы уже можем наконец-то размножать лягушечек. И я думаю, что теперь нам точно денег хватит. Да, 125 семиллионов. У нас теперь 600. И даже поймал какую-то рыбку наш Микки. Все отлично. И его лягушек мы тоже можем размножать. Все, тогда, Микки, бросай ты удочку. Берись за трубку телефона. Звони, приглашай гостей. И теперь у нас будет настоящая свадьба. Смотрите, там на арку, похоже, свадебную. Я думаю, что мы сейчас отправимся в какой-нибудь парк. И поставим там свадебную арку. Все будет красиво. Все будет как надо. Да, теперь у нас разблокировалась черно-белая вечеринка. Организаторы у нас Микки и Вайлот. К сожалению, дети не могут организовывать эти мероприятия. Так, мы приглашаем Эмму. Давайте пригласим Илью. Давайте пригласим Холли, Мишель. Кого мы еще пригласим? Вот эту симку Тима. Мы идем, ребят, на общественный участок. Поэтому давайте мы пригласим, не знаю, побольше гостей. Если получится, всех. Давайте всех позовем. Почему бы и нет? У нас есть возможность. Мы же не домой. Ну и вот если бы мы домой к себе вели, тогда это было бы проблемой. Так, у нас денег мало. И нам, наверное, не хватит на всех этих исполнителей и поставщиков. Поэтому я их приглашать не буду. Давайте мы отправимся в какой-нибудь парк. Слушайте, ребята, по-моему... А, нет, мы можем пойти в музей. Нифига себе, мы можем устроить вечеринку в музее. А давайте мы отправимся в музей. Почему бы и нет? Короче говоря, у нас будет свадебка в музее. Интересно, как на это отреагируют наши гости. Так, мы с вами попали в музей. Ребят, и я в шоке. Дети переоделись. Я никогда не видела, чтобы дети переодевались. Я даже не буду одевать им те наряды, которые я для них подобрала. Смотрите, и кепочки еще одели. Ну, нифига себе. Дети у меня обычно никогда не переодевались. Это, наверное, с каким-то обновлением исправилось. И дети теперь стали переодеваться. Смотрите, все наши гости в черном и белом. Мне это очень нравится. Но я не пойму, почему они клацают пультами. Вам что, музыка не нравится? Я купила сюда специально колонки. Так, Микки у нас оделся в черное. А Вайлот оделась тоже в черное. Она, наверное, забыла, что у нее свадьба. Я ее обязательно сейчас переодену. Потому что в черном таком мы ходить не будем. Смотрите, какой она важной походкой-то идет. Вот. И я поставила арочку. Да, как вы поняли, мы будем отмечать это дело все в музее. Алла, ну ты чего здесь стал? Давай иди сюда, иди к гостям. Будем мы танцевать. Потому что что еще делать на свадьбе? Танцевать? И давайте наш Микки все-таки наполнить... Ой, это деньги? Ёшкин кот! Боже мой! А давайте мы подадим... Блин, овощи во фритюре. Давайте подадим овощи во фритюре. И, наверное, хватит. Потому что это все стоит очень дорого. А денег у нас маловато. Так, Вай, иди сюда. Куда ты там пошла болтать? Не надо нам болтать. Иди к гостям. Потому что сейчас мы будем обновлять свои свадебные клятвы. И все должны это видеть. Смотрите, все такие красивые в официальном. Прикольные. И даже дети переоделись, что меня очень-очень радует. Это очень классно. Так, Вай, ну ты одеваешь же свадебное платье. Потому что ты в черном, конечно, платье. Черное коротенькое платье. Это всегда в тренд. Это всегда в моде. Но он не на свадьбе. Давай мы для свадьбы. Мы все-таки выберем официальный наряд. Мы оденем костюм. Это наше свадебное платье. И теперь у нас красивое, великолепное, неповторимое. И готовое выходить замуж. Готово. Так, Микки там что-то... Ты кушать подал, Микки? Да, он подал нам овощи во фритюре. Потому что больше мы ничего не можем предложить нашим гостям. В общем-то, одну тарелочку. Давайте наполним фонтан фруктовым коктейлем. Потому что, опять-таки, больше нам ни на что не хватает. В общем-то, у нас скромная свадьба. Главное, вообще, на свадьбе, ребята, не пожрать. Да, а то вы покушать пришли. Нет. Главное, это не еда. Главное, это поздравить молодоженов и подарить им хорошие подарки. Слышали? Я чувствую, что от этих товарищей особо-то подарков и не дождешься. Они говорят, почему только столько пультов и только один магнитофон? Они все клацают и клацают. Так, а ну идите смотреть, как наши Микки и Вайлотт будут жениться. Блин, я, наверное, все-таки в другую сторону поставлю эту арку, потому что гости у нас отвернулись. А вот так гости будут, типа, смотреть на них, на них красивых, обалденных. Так, арка, поворачивайся. Да, вот так я арку поставлю, вот сюда где-то. И сейчас мы будем Микки и Вайлотт обновлять. Куда побежала? В барную стойку выпить побежала. Давайте обновим свадебные клятвы. И что? Смотрите, слушает жуткую музыку. Сколько у него действий к этому магнитофону. Вот почему они все кликают. Кошмар какой-то. Микки, иди давай женись. Да, иди обновляй свои свадебные клятвы. Мне страшно, что это такое. Я лучше переключусь на Вайлотт. У нее такого кошмара нет. Так, ну и все. Наконец-то свадьба, которую заслужила наша Вайлотт. Не получилось у нее. Свадьба по-нормальному. Ну, как все нормальные люди женятся. У них с Микки все не как у людей, как говорится. Ну, потому что тогда, ребят, честно говоря, смысла не было организовывать свадьбу. Потому что они только приехали в этот город и приглашать совершенно незнакомых соседей, которых мы не знаем. Это было глупо. Сейчас мы, конечно, тоже этих соседей не очень хорошо знаем. Но хотя бы мы их уже видели пару раз и можем пригласить на свадьбу. Так, ну, вот смотрите. Они обновили свои свадебные клятвы. Все так красиво. Или еще не обновили? Не, не обновили. Ну, в общем, я рада. И я надеюсь, что они проживут жизнь долго и счастливо. А я вам говорила, что я планирую им троих детей. Но что-то я передумала. Мне кажется, что им двоих вполне хватит. Не знаю, вряд ли у них, конечно, будет третий ребенок. Это мы посмотрим. Может быть, потом-потом. Вот. А пока, мне кажется, нам двоих хватит. Нам бы этих на ноги поднять. Потому что... Потому что у них уже возраст. Ну, все. Наконец-то и Вайлотт тоже побывала в свадебном... В свадебном платьишке. А то она говорит, понимаете ли, все были в свадебном платье. И Лия замуж выходила. И Анжелина. И даже Бурухтан там со своей девушкой женился с невестой. А у Вайлотт такого не было. Теперь и наша Вайлотт в свадебном платье. Давайте заключим Микки в объятии. И поделаем романтические действия. Да. Поделаем там, я не знаю, признаться в любви до гроба. Всякие поцелуи. Вот. Потому что... Потому что они любят друг друга. И мне сразу они понравились в психушке. Мне вообще все в психушке понравились. Но как-то мы сразу стали замечать, что они друг к дружке неравнодушны. Вот. И поэтому мы, собственно, их и свели. Давайте поцелуемся еще. Так, ну и гости наши, типа, внимательно смотрели. И совсем не щелкали пультом. Да. Совсем не клацали. А смотрели с замиранием сердца, как женятся Вайлотт и Микки. И ничего не пропустили. Да, гости? Да. Гости у нас такие. Кстати, они ничего не едят. Им, наверное, показалось очень скромное наше угощение. Ну, ребята, вообще жаловаться нельзя. Вы что, на свадьбу пожрать пришли? Вы пришли посмотреть на это замечательное событие. Как Микки и Вайлотт, я не знаю, обновляют свои свадебные кулятвы. Они уже много лет вместе. У них уже двое детей. Они любят друг друга. И нам нужно испечь еще торт. Что-то слушать музыку. Ой, нет. Это все слишком сложно. Поэтому мы это ничего сделать не сможем. Вот. И на этом общественном мероприятии мы просто обновим свои свадебные клятвы. И немножко потанцуем. Так, давайте еще какую-то романтику. Романтическое действие поцеловать в щеку. И я бы хотела, ребят, сделать фотографию. Обещать посвятить песню. Вот обещай посвятить песню. Скажи, вот я только повышу навык игры на гитаре. Сразу же первую песню посвящу тебе. Моя любовь. И Вайлот говорит, хорошо, посвяти мне и назови ее Вайлот и Бутерброд. Или как-то так. Видите, она его очень любит. Ой, чего? Подождите, что-то... Вайлот должна появиться на работе после выхода. Подождите, мы взяли отпуск. Что вы мне тут рассказываете? Какая работа в отпуске и в отпуске? Не, никакой работы. Вы что, кто в свадьбу ходит в отпуск? Нормальные организации дают несколько дней отпуска. Когда человек женится или выходит замуж, там, по-моему, 3 дня отпуска положено. Я не знаю. Я, когда замуж выходила, я вообще неделю на работу не ходила потом, после того, как замуж вышла. Мы никуда не уезжали. Мы уехали потом отдыхать уже через неделю-две после свадьбы. Но, в общем, я не работала, когда я замуж выходила. И на следующий день я на работу не пошла. А пошла на работу где-то через неделю. И никакой не больничный я не брала. У меня вот на работе я просто написала, мол, как бы, я не знаю, что я писала там. Но вот мне в связи с тем, что я замуж вышла, мне дали неделю отпуска. И так что Вайлот и Микки вам тоже положено. Так что требуйте, пусть вам дают отпуск. Ну, собственно, отпуск-то им и дали. Ну, все, ребят. Я, наверное, на этом буду заканчивать серию. Сегодня у нас замечательное событие. Наконец-то Микки и Вайлот поженились уже по-нормальному. Официально они просто колечками обменялись. И Вайлот говорит, ну, все, поженились, можно и покушать. Что у нас поесть-то есть? Ой, они кокетливо танцуют. Ну, давайте понаблюдаем за их танцем. Блин, уже серию хочется заканчивать. И так хочется на них смотреть красивых, молодых. Не совсем, конечно же, молодых. Потому что Вайлот 12 дней до взросления. Вроде бы они от этой арки отойти не могут. Ребята, вы видите, я ими не управляю. И вообще им заданий никаких не даю. Вон, Илья в туалет побежал. Не выдержал смотреть на наших молодоженов. В общем, я ими не управляю. Они сами тут и танцуют друг с дружкой. И сами по дарку пошли стали. Опять кокетничают, флиртуют. Потому что любят друг друга. В общем, я думаю, что это замечательное событие. И просто так без свадьбы я, конечно же, их оставить не могла. Вот. И теперь, когда у них уже двое детей. Уже более-менее они денежек подкопили. Они уже устроили себе этот замечательный праздник. Ну, а я с вами буду прощаться. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.